Экипажи МКС-6061 сегодня отправились на космодром Байконур для продолжения предполетной подготовки. В Звездном городке прошли торжественные проводы покорителей космоса. В составе экипажа представители Роскосмоса Александр Скворцов, а также астронавты Лука Пармитана и Эндрю Морган. В состав дублирующего экипажа входят Томас Маршберн и Саичи Нигучи. Тем временем на космодроме Байконур уже завершена механическая сборка блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя Союз-ФГ. Ну а 20 июля 2019-го она выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-13». Работа там непочатый край. Больше 200 суток полет, я думаю, штатно пройдет. Задачи, ну там 6 основных задач на выход, они определены. Я бы не сказал, что они очень сложны, но вкупе это все равно. Вообще выход в открытый космос это очень сложно. Но у нас помимо моего выхода еще будет работа американская. Лука будет почти 9 выходов делать. То есть у него такая программа, там насыщенный Эндрю будет делать выходы. На данный момент вот по ту утвержденной программе 56 научных экспериментов лично я буду делать. 6 в автоматическом режиме, а 50 будет в ручном. Но есть очень, как говорят, загад не бывает богат, но есть огромная вероятность, что добавится. Параллельно готовится следующий транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14». В ближайшее время его коммуникации подключат к наземной проверочной аппаратуре. А запад запланирован на 22 августа и пройдет в беспилотном режиме.